Нагасаки Модули должны быть прочными, надежными и яркими настолько, чтобы картинку было видно даже при сильном солнечном свете Чтобы получить картинку, Митсубиши решила использовать специальные лампы под названием светоизлучающие диоды или сиды Сиды не только ярче обычных ламп, но и долговечнее их, так как в них нет нити накаливания Они производят свет, прогоняя электрические частицы через полупроводник, сделанный из разных сплавов алюминия и галлия И получаются главные цвета — красный, зеленый и синий Благодаря различным комбинациям можно создавать все цвета спектра, даже черный и белый И еще один момент Если вы попытаетесь смотреть домашний телевизор в саду, и на него попадет дождь, он взорвется Но готовый вариант этого дисплея должен пережить все возможные капризы природы От нещадного летнего солнца в Австралии до морозной зимы в Нью-Джерси Когда схема собрана, каждая панель облачается в пластик, прежде чем ее отправят на тестирование Здесь, в отделе испытаний, образцы панелей помещаются в камеры, где подвергаются экстремальным перепадам температуры и влажности Чтобы убедиться, что они выдержат 11 лет срока своей эксплуатации Когда контроль качества успешно пройден, панели помещаются в алюминиевые контейнеры Эти камеры не только сохраняют панели в надлежащем положении, но и обеспечивают дополнительную защиту от стихий Теперь проблема в том, что каждая панель дисплея производит немного разное по качеству изображения Чтобы картинка была однородной, им нужен вот такой прибор Похоже на примитивную камеру 70-х годов, но на самом деле это называется световой колориметр Он позволяет измерить точную яркость каждого сида По полученным данным, можно настроить каждый модуль, чтобы получить однородное изображение И вуаля! Туканы поплыли на экране, как живые Когда настройка завершена, готовый экран можно снова разобрать для перевозки в конечный пункт назначения Более 66 метров в длину и больше 11 метров в высоту Готовый экран в 2000 раз больше, чем телевизор, который вы смотрите сейчас Экран состоит из 420 модулей Его видно с расстояния 7 километров, и он поглощает 564 киловатта энергии К тому же он накаляется до такой степени, что нуждается в собственной системе терморегуляции, чтобы не задымиться На экран выводится изображение, отснятое камерами ипподрома, которые транслируют видео в центральную аппаратную Операторы могут выбрать одну из 14 картинок Затем картинку разбивают на несколько частей, и каждую из них направляют на соответствующую панель, чтобы получить большое изображение на общем экране Благодаря другой умной технике экран можно разбить на части и одновременно показывать скачки, рекламу и даже последние ставки